Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ по первому каталогу Фиберлик. Такая вот тяжелетная коробка. Будем вместе с вами распечатывать, смотреть, есть новиночки. Итак, поехали. Коробку распечатала. Вот так тут все выглядит. Ох, прям какая-то она мне в этот раз тяжеленная. Слушайте, девчонки, вообще капелец. Заказ, как всегда, на 50 баллов в этом периоде будет еще один заказ, потому что сейчас я делаю суммарно 100 баллов. Давайте начинать. С чего хочу начать? Хочу начать с недавней новинки. Хочу ее откопать. Сейчас вместе с вами девчонки попробовать. Опять часть заказа в пакете. Но не получится с новинки, потому что тут салфеток у меня, как всегда, тьма. Поэтому надо их достать и сразу показать. Детские салфетки. Всегда беру запас линейка Фиберлик. Бэйби 50 штук, гипоаллергенные, с пантенолом. Никаких у меня нареканий к этим салфеткам нет. Ноль плюс, все замечательно. Нам с Крестюшкой, с Ксюшкой, с Женей, нам всем очень нравится. Артикул 1798. Ох, холодные такие. Только недавно с улицы заказ. Я тут заказала, наверное, штук 7 в запас. Вот они как выглядят. Ткань довольно приятная и мягкая. Хорошо тянется. Хорошо пропитаны. Как бы все нормально. Меня устраивают эти салфетки в соотношении всего качества. Вот так еще, 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 гора, еще. Так, и найду я то, что я хочу с вами протестировать в самом начале. Нашла. Это, девчонки, праймер. Это у нас Do the Best линейка, да? Я брала оттуда праймер для ресниц, праймер для лица. Для жирной, по-моему, кожи, если я не ошибаюсь. В принципе, продукты такие интересные, стоящие. Захотелось попробовать для губ. Вот я сегодня за губами никак не ухаживала. Я думаю, это видно, но губах у меня татуаж исключительно. Губы сохнут, хотя увлажнитель работает денно и ночно. Артикул 403.94. Многих хвалили этот праймер для губ. Сейчас откроем. Вот как выглядит тюбик. Такая лаконичная серия. Над дизайном не стали сильно запариваться. И вот как выглядит сам праймер. Такой розоватый. Имеет ли он оттенок? Да, он имеет легкий перламутровый розовый оттенок. Но он прям только при ближайшем рассмотрении. Вот даже вы не заметите. Я вот своим глазом просто вижу и все. Такая достаточно плотная густая гигиенечка. Как вот описать консистенция. Смотрим. Вы видели мои губы, да? Заполнит ли сейчас праймер все эти морщинки? Здесь этот сухостой, так скажем, на моих губах. Слушайте, классно. Но вы видите, немножко подкрашивает губки, мне кажется. Оттенок изменился слегка. Это такая плотная-плотная густая гигиенечка. Вазелин, я бы сказала. Можно озадачиться, конечно, посмотреть состав. Может быть, это есть? Здесь охромные, девчонки. Посмотрите на сайте сами, если вам интересно. Выравнивает, разглаживает кожу губ. Устраняет сухость и сушение. Предотвращает растекание помады. Очень плотная консистенция. Смотрите. Новые ровнились, да? Не сказать, что прям идеально, но выровнились. Здорово. Вы знаете, есть такой эффект небольшой от жидкой матовой помады у меня. Фаберликовской. Вот такое вот, вроде как, ощущение бархата на губах, но в то же время это такая плотная консистенция. Ну и не скажешь. Ну выровнялись, правда, девчонки? Здорово. Сразу, что на ресницах, потому что всегда вопрос, это фест-класс коричневая тушь, девчонки. Сегодня на ресницах она, и дальше будет она. Долгое время, если ее воспроизводится, то не знаю. Слушайте, мне нравится. Даже как самостоятельный продукт, без нанесения помады. Вообще классно. На татуаж прям легкий такой какой-то оттенок появился. Здорово. Я довольна. Поехали дальше. Закончилась у меня бытовая химия. Пока тут все чистила, чистила. И в процессе еще чищу, чищу. И замучилась чистить уже. Но стараюсь не переутруждаться, потому что пока нельзя, да? Гель для туалета. Взяла вот именно такой. 7 в 1 морская свежесть. Они все, в принципе, все кели для туалетов и берлика одинаково мощные, скажем так. Хорошие. Удаляют налет, удаляют загрязнения какие-то легкие. Средние даже. Поэтому люблю их все. 302,92. Я, кстати, помню, что обещала вам снять подборку опять худших и лучших продуктов и берлики. Девчонки, это уже после праздников. На праздниках, когда вам делать будет нечего. Я вам обязательно такой контент постараюсь отснять. Есть химозная одушка, а так запах хвои. Нормально. Я уже брала его, помню, когда он только появился, тестировала. Ну, как бы старому ничем не уступил, поэтому продолжала брать старый. Какой есть на акции, тот уберу. Сейчас взяла этот, потому что этот, по-моему, не на акции, чтобы 50 баллов сделать повыгоднее. А, кстати, фишка. Кто VIP и кто делает 100 баллов, мне в подарок положен Powerbank. Сколько-то периодов. Когда-то я делала эти 100 баллов. Но Powerbank пока нет на складе. И пока его нет на складе, компания каждый период, пока он не появится на складе, по 300 рублей мне кидает на счет. И вот в этом заказе у меня два раза по 300 списалось. Я сделала 50 баллов на 4300. Заплатила за 50 баллов деньгами 4300. Вместе с доставкой уже все. Средства для очищения ванной комнаты взяла. Тоже закончилась ванной, все очищаю. 302, 21 артикул. Знаете, мне вот слабовато. Мне слабовато. Я иногда туда добавляю для духовок и пылит, чтобы было как-то помощнее. Ну, у меня тут такие загрязнения, конечно, в ванной, девчонки. Я их с 55-го раза очистила. Это такая жиденькая консистенция, как вода, слегка желтоватого оттенка. А запаха сильно химозного нет. Но когда вы начинаете с ней работать, этот запах появляется, и лучше как бы залить и уйти. Я вот так вот делаю. Крышки эти от детей. Мне правильно сказали в прошлый раз. Я столько лет в компании не додумалась, что вот эти вот крышки, которые просто так не открутишь, можно с ними вечно играть. Хотя вот мне просто так открутились. Это специальные крышечки от детей. Нужно нажать, а потом открутить. Со средними загрязнениями, с легкими справляются вполне себе. Поддерживать ванну в чистоте. Вообще бытовая химия. Фаберлик мне очень нравится. Ну вот у меня там есть места такие на ванной, где слив. Я не могу ее ничем, девчонки, очистить. Там налет, я не знаю какой. Вот именно вокруг слива. Я уже пробовала и белизной, и средства для духовок, и плит, и грас, и все вместе. И средства для ванной заливать и обливать, и нифига. Не могу очистить. Я ее, конечно, буду накрилом, потом покрывать. Я не хочу ее менять, потому что ванна обалденная. Глубокая, чугунная. Очень хорошая, в идеальном состоянии, не считая вот этого вот жуткого налета. Как-то вот не ухаживали, жили тут, получается, за ней. И вот это средство в том числе и не справилось. Не знаю, буду еще чем-то пробовать. Так, в принципе, все оттерла. Так, дальше. Взяла, так многие нахваливали, девчонки, вот эту новую Керли Икон линейку гель для усиления завитка. У Аленки своей любимой Ризван смотрела, она делала мокрую кладку с этим гелем. Катюша Матисс тоже хвалила, прямо нахваливала всю эту серию. Мне захотелось попробовать, тоже, может быть, мокрую кладку сделать. Потому что, если я волосы феном не сушу, они у меня такие, не то что кудрявые, они у меня прямые от природы, так как они пожженные, они лежат волной. Вот, я хочу попробовать. Может быть, получится что-то интересное, и на коре, мне кажется, будет интересно. Артикул 0998 в следующем видео с вами вместе будем тестить. Да, здесь у нас такая заглушечка. И что этот гель из себя представляет? Прозрачная консистенция, абсолютно прозрачная. Говорили, запах у линейки классный. Баблгам. Жвачка. Он не липкий сам по себе, но какую-то клейкость вот имеет. Вот так вот прям пальцы не слипаются, но чувствую, что какая-то вот такая консистенция клейкая. Мне кажется, можно не только для усиления завитка, но и для распрямления использовать. Да, вот так вот, например. Но все возможно. Вот у меня, допустим, после рода у девчонки полез пух на висках. Вот здесь уже не пух, а уже довольно длинные волосы. Хотя, что у меня тут, господи. Волосы сильно, ну как бы не лезли, не выпадали, но новые полезли. Вот сейчас этим гелем я попробую этот пух спрятать, потому что он меня заколебал уже. Короче, у кого у девчонок так было после беременности, тот меня поймет. Но пока вот спрятался, сейчас посмотрим в течение видео, не вылезет ли. По кончику можно вот так слегка как бы пригладить. В общем, девочки, нахваливали, будем с вами вместе тестировать, пробовать какую-нибудь мокрую кладку. Так, порошок. Самый крупный я достаю сначала. В запас взяла. В этом каталоге очень хорошая акция при покупке двух. Цена наивкуснейшая. Я еще у себя два, оказывается, пока коробки разгребаю, нашла в запасах. Но много порошка не бывает. Пока хорошая цена взяла. Потом долго не буду брать. Горная свежесть и альпийские луга. Два своих любимых. Горная свежесть 323. Альпийские луга. Артикул 322. Порошок хороший. Порошок гипоаллергенный. Подходит астматикам. Подходит маленьким деткам. Я сейчас, Крестюшки, стираюсь вот этим порошком и ничего. Абсолютно. Да? Подходит детям аллергикам. С атопическим дерматитом. Я даже знаю много отзывов лично знакомых мне людей, которых у деток атопические дерматиты только с вот этим порошком они могут стирать. Порошок в специальных гранулах, который, когда вы даже сыпите в барабан, не распыляется, вы его не вдыхаете. У меня он полностью выстирывается из всех вещей. После обновления, около года назад, чуть поменьше формулы, он стал отстирывать прекрасно, потому что раньше изначально мне он не понравился тем, что вещи выглядели застиранными для меня. Я раньше стирала все время персилом, и после того, как перешла на фиберлик, мне показалось, что вещи какие-то тусклые, как будто старые, поношенные и так далее. В общем, не нравилось. Формулу, когда обновили, он со своей задачей справляется, поэтому всегда теперь стираю только им. Вот две штучки уходят в запас. Так, новиночки, новиночки, новиночки. Морожка. Мне хочется сказать морозка, потому что ше по-английски пишется SH, а здесь у нас как-то морозка, морозка. Ну ладно, пусть будет морожка. Я взяла, что самое интересное, у нас спереди нет по-русски. Вот так на банках биоси, на фиберлик обычно это писали всегда. Питательный шампунь для сухих и ломких волос и, правильно сейчас как, питательная маска для сухих и ломких волос. Маска у нас с вами, артикул 0197, тоже в следующем видео протестируем, и шампунь 0193. Так как они у меня сухие и ломкие, именно это я и взяла. Будем тестировать. Масочка, ну такой объемчик, нормальный. Цена у этой серии наивкуснейшая сейчас по акции. Я надеюсь, и дальше на нее будут акции. Может быть понравится. Многие девочки ждали, что это будет что-то похожее на Биоарктик. Я тоже ждала, потому что Биоарктик мне очень нравится. Давайте с вами потестируем на запах. Ой, манго пахнет. Мне манго прям, девчонки, он оранжевый вот такой. Мне пахнет натуральным манго. Обалдеть, как вкусно. Я не помню такой аромат в Биоарктик, если честно. Да и шампуни там все, как правило, были не гелевые, полупрозрачные. Насыщенный такой оранжевый цвет, но он гелевый такой. А такие, перламутровые. Боже, я хочу вдыхать это вечно. Так пахнет, наверное, морожком. Я подозреваю. Но вот этот вот от оголосок манго, он есть. Безумно вкусный аромат, девчонки. Безумно вкусный вот этот вот ягодный. Ох, вообще. Обалдеть. Так, маску открываем. Заслюдировано. Зафольгировано. Как скажу-то уже. Вот вроде как длинные ногти иногда удобны, но здесь нет. Ой, она тоже оранжевая. Но уже такая кремовая. Вот как лежала, в одну сторону собралась. А так не падает, не течет. Густая. Аромат похож, но более косметический. Здесь вот какой-то он более натуральный в шампуне. Смотрите, какая твердая. Твердая прям. Фиг, прям нож, девчонки. Прям твердая кремовая консистенция. Шампунь круче пахнет, чем маска. У маски какой-то он более химозный, скажем так. А там прям такой насыщенный. Классный-классный. Но такая по консистенции, она прям питательная, такая тверденькая. Прям баттер-баттер такой. Будем пробовать, посмотрим. Надеюсь, не разочарует. Взяла по акции прокладки дневные и ночные, потому что сейчас хорошая цена. Взяла в запас. У меня запас тоже оказался их очень большой, но пусть будут, потому что обожаю. Ночные это прям верняк. Кто боится протекания или еще чего-то, это такие прям длинные лыжи, девчонки. С которыми комфортно спать ночью. 112,95 артикул. Здесь их 7 штук. А дневные у нас с вами 112,89. Здесь их 10 штук. Я вам их уже много раз раскрывала, показывала. Прокладки классные. Так, поехали дальше. Взяла, чтобы сработала акция, два продукта из серии DreamTherpy. Это у нас расслабляющее крем-масло для душа. Я вам уже много раз говорила, как я его обожаю, как с ним приятно принимать душ. Оно великолепное. Больше из этой серии мне сильно так вот ничего не зацепило, чтобы брать второй раз, потому что она не сильно бюджетная. А вот крем-масло, да, оно вообще замечательное. Можно применять как самостоятельный продукт наносить на тело, можно на мочалку. Оно пенится тоже великолепное. И расслабляет. Вот перед сном я прям обожаю с ним ходить в душ. И аромат вот этот классный. И кожа после него очень мягкая. Действительно, там есть масла в составе. Так, артикул 2614. Кто не пробовал, я рекомендую. Побалуйте себя. Очень классный, достойный продукт. Так, дальше, девчонки. Две бомбочки, как всегда, Ксюша. Мы с вами много раз их тоже обозревали. Хорошо бурлят, хорошо пенится. Классные бомбочки, все нормально. Так, и давайте пока пробники посмотрим, потом все остальное. У нас же в следующем каталоге появляются новинки. И уже в этом каталоге к заказу доступны пробники. Одна мужская водичка, другая женская. Так, Glorious. Это у нас, наверное, женская, да? Угу. На пробнике так написали коряво мужскую воду, что я вам даже сейчас язык коверкать не буду. Glorious. Артикул 34-25 пробника. Взлети выше облаков, пари над горами, там, над горами. Что-то знакомое. Glorious. Это точно женская, девчонки? Ее сейчас напутаю. Где у меня эта бумага? То есть сейчас напутаю, введу вас в заблуждение. Я уже забыла, как они называются, пока заказывала. Пробники ищем. Пробник парфюмерной воды. Glorious и Aviatrice. Glorious это мужское. Я думаю, что такое шипр Glorious мужское. Если коверкаю, не обращайте внимания, потому что я еще не изучала. Следующий каталог я взяла, потому что пробники из наличия и все. Ну, нет, я мужу своему такой не взяла бы. Для меня это гель для душа с шипровым оттенком. Я такой на своем мужчине ощущать не хочу. Мне не нравится. И что-то напоминает. Что-то напоминает. Не могу сказать пока что. Прямо что-то напоминает. Что-то я вся измазалась, где тестировать женский. Так, а женский у нас с вами авиатрист как-то так, да? Взлетай над облаками. Вот он. Его артикул 34185. Артикул пробника. Прямо на руку сейчас лива о нем. Ну, нет. Хотя что-то вот раскрывается. Как бы вам описать. Из серии зефирки, из серии последних парфюмов женских, новых, фаберликовских. Ну, что-то тут мне не нравится. Какой-то стариной отдают, но честно, девчонки. Потом на коже вот вроде интересно раскрывается сладенько. Появляются сладкие ноты, и они как-то превалируют над остальными. Опять, знаете, что напоминает, господи, он же у меня стоит, я все время его забываю, парфюм, который с подвеской. Который тоже там хрустальный, эльфы и все такое. Как он называется, девчонки? Не обращайте внимания, декрет съел мозг и столько событий в жизни за последнее время. Я могу и забыть. Вот на него очень похоже. Я полноразмерку точно не возьму. И еще из пробника спиртом очень сильно пахнет. Не знаю, сейчас посмотрим, пока дальше будем смотреть продукты. Мне ни один, ни второй аромат не понравился. Вот берите пробник, артикул я вам назвала, тестируйте сами. Возможно, это будет ваша история. Так, из детской линейки еще хорошая акция, опять у нас желтые ценники были. Для купания гель взяла и для подмывания. Для подмывания, для купания мы пользуемся всей семьей. Подмываемся мы с Ксюшей, потому что бережно, потому что деликатно, потому что обалденный состав. Для купания 16.41, для подмывания 16.44. Все устраивает, обожаем. По программе Like и по программе VIP я взяла два продукта. Решила, что они мне пока нужны. Больше никакие другие не стала брать. По Like, кстати, не было серии новой One Week Miracle опять. А по VIP программе она есть. Я могла выбрать там и сыворотку для глаз, но мне пока достаточно вот этих трех продуктов. Не люблю для глаз отдельно. Вообще, по какой-то из этих программ я взяла шаг А, по какой-то шаг Б программы Faberlic Peeling. Шаг С мне не нравится. Он у меня все время стоит, я им не пользуюсь. Поэтому взяла два этих продукта, вышли как тетюшево, 200 с чем-то рублей, поэтому вообще класс. Шаг А – это, собственно, сам химический пилинг. Шаг Б – это что-то типа мелкого гаммажа. Мы с вами тоже в одном из следующих видео, возможно, прямо в следующем, обязательно эти два продукта протестируем. Покажу, как ими пользоваться. Шаг А артикул 1.2.18, шаг Б – 1.2.28. Продукты классные. У меня есть отдельный обзор на пилинг, но мы с вами продублируем обязательно, потому что много нюансов, конечно, в уходе кислотным за лицом. Кислоты должны быть зимой обязательно, если у вас возрастная кожа. Я уже без них угод не представляю. Кислотный уход зимой – это прямо одна из составляющих омоложения и поддержания здоровья кожи. Дальше еще крем взяла из детской линейки в запас, хотя у меня тоже уже штуки 3-4. 1.6.45 – его артикул. Тоже пользуемся всей семьей, запечатанный приходит, устраивает, покраснения какие-то снимает. Здесь тоже депантенол. И я себе ручки иной раз помажу. Ксюша Ильичка после мороза. В общем, классный крем. И последний продукт, который я покажу, это освежитель воздуха биоси. Я его повторяю, вчера буквально не в комментариях писали, продублируйте, что у вас за освежитель воздуха биоси, потому что вы так его хвалили. Вот он, артикул, девчонки, 8006. Если это он, этикеточка другая. Я сейчас принесу старый. Последний продукт, мы с вами еще пакет не разобрали. Смотрите, да, изменилась этикетка. Вот старый, который приходил, когда только появилась биоси, да, и вот новый. Значит, все-таки уже передислоцировались, наверное, завод Хоберлик. Сейчас аромат сравним. Артикул тот же, 8006. Срок годности прямо написан красным цветом. Такое ощущение, что запечатали. Здесь до 2020 года, но, наверное, уже перевыпускают, а здесь до 2021 года. Так, открываем. Это очень классный освежитель, который мне понравился безумно. Я снимала по поводу него шоц, ну, короткий видеоролик, да, и говорила вам даже, что на себя распыляла надежду, потому что он обалденно пахнет. Оно не оно. У меня просто свекровь, когда сейчас мне помогала, гостила, и очень он понравился, она попросила заказать себе такой парфюм для дома. Не пойму, что-то. Надо распылить. Оно вроде. А то, может быть, выпускает в другом месте и пахнет по-другому. Оно, оно. Классный, девчонки, аромат. Действительно классный, достойный парфюм для дома. Вообще обалденный. Он пахнет очень здорово, знаете, такой цветочным. Какой-то богатый, цветочный, парфюмерный композиции. Я вам не знаю, как описать, лучше один раз попробовать. Со скидкой выходит нормально, хватает его надолго. В воздухе он витает. Оно не сильно долго. Ну-ка старый сейчас, чтобы для полноты. Для полноты, да, оно, оно. Все, ничего не изменилось. В аромате точно ничего не изменилось. В воздухе витает, ну, несколько часов, наверное, можно ощущать. Если на текстиль распылять, то, может быть, и подольше. Вот, а так аромат вообще обалденный. Так, дальше, что у нас в пакете с вами? А в пакете у нас с вами тоже есть новинка. Я заказала вот такой вот гепатофорте. Это новый БАТ Фаберлик в этом каталоге вышел. Да, здесь 60 драже таблеток. И артикул его 157-59. Надо. После того, как мне удалили желчный, я думаю, мне это надо. Потому что печень, мне кажется, страдает больше всего безжелочного. Говорят, бывает даже жировой перерождение гепатоса. Если грешить, конечно, диеты. Здесь масло льняное рафинированное. Смесь масляных экстрактов. Трава опса, корень одуванчика, корень лопуха. Трава тысячелистника, листья мяты, перечный. Антиокислитель, концентрат смеси токоферолов. Оболочка капсулы. Ну, вот как бы и все. Даже белки, жиры, углеводы здесь. Здесь жиров 66 какие-то. Запечатано. И они, как обычно, вот таким вот образом выглядят. Буду пить. По-моему, по два драже там взрослому в день. Потому что мне сейчас такое надо. Прям вот выпустили, когда надо. И после праздников я, девчонки, вообще всем рекомендую вот такое припить. Печень страдает не только, если вы пригубили слегка на Новый год, но и скушали салат с майонезом. Тоже печень страдает. От всего жирного и алкогольного наши печень страдает. Еще я так поняла, что мне надо вот такой вот теперь травяной сбор гастро пить вместо чая. Сейчас я, собственно говоря, пью с оливой мятой. Забыла, как он называется по утрам. Кофе все ушел у меня пока, ушел, как не прискорбно. И заказала при покупке двух желтых ценники. Вот такие два травяных сбора гастро. Хороший состав. Земляника, мята, мать, мачеха, репеш, спорожь, ромашка, тысячелистник, кора, дуба. Вот теперь вот такую штуку я буду пить. Здесь 21 пакетик. Кто не видел, как они выглядят, сборы. Если верить тому, что пишут, да, очень великолепный состав. Очень удобно заваривать. Нормально пить. Благодаря мяти, кстати, и земляники очень вкусненько будет. Не будет чувствоваться такая ромашка противная. Я ее прям терпеть не могу. Тоже пила сейчас две недели ее. Так что вот там, девчонки, оздоравливаемся. Так, и последний теперь уже точно продукт. Коротка, уйди уже отсюда. Подальше заколебала. Это новые конфеты. Вот такие взяла. Да, тебе бы сладкий. Конфеты уже завались под елкой. Подарков много. И Крестюшки Жене на работе дали подарок. Но все пока уходит. Ксюша, потому что Крестюша ничего нельзя. И мама, возьми-ка еще. Но здесь у нас конфеты-то без сахара, с полезным сахаром. Поэтому такие можно и на ночь даже скушать. Как мы вчера с тобой молотили, да? Да. Пока город спит. Время 12 ночи. И мы снесели под елку. Вот. Так. Артикул 16095. Шоколадные зверюшки. Сейчас мы с вами откроем. Они у нас приходят заслюидированы. Я ножницы все завалила. Чем мне теперь открыть коробку? Подскажите, люди добрые. Ногтями. Пока они еще целы. Прошлые тигренки. Понравились тигренки тебе прошлые? Понравились, да. Но нормальный такой шоколад молочный. Не такой противный, как просто девочки мне писали. Вы поняли, кто вы, да? Я тоже. Что? Вот этот суперфуд, шоколад, он противный. Дмя, он тоже противный, как замазка. А вот этот шоколад, он гораздо приятнее. А тот, что я вообще в прошлом заказе вам показывала в коробке. Не детский, а такой округляши, такие как трюфели. Он вообще вкусный очень, на самом деле. Я бы прям себе еще такого взяла. Что я не взяла? Надо было в втором заказе взять. Сейчас разберут. Блин, все зверятки повалили. Сейчас я их на место расставлю. И где какой был из них, вообще непонятно. Коробку открыла, называется Мамаша. И всех зверей завалила. Здесь у нас вот такой вот слоник на велосипеде. Шоколад начинает таять в руках. Здесь у нас лисичка. Сейчас я вам покажу, девчонки, расставлю этот зверопарк. Вот так это выглядит. Восемь таких больших конфет. Мышка, лисичка, собачка и слон. Да, вот. Ну, прикольно. Мне кажется, так приятненько. Вот так на презент кому-то отнести, если вы Новый год там где-то отмечаете или идете к друзьям. Очень миленько. Коробочка такая симпатичная. Ребенку будет интересно. Да не ребенку, а взрослому, вот так как дополнение к презенту или просто маленький презент, вообще здорово. Учитель там, школа и так далее. Нормальненько. Так, по праймеру. Ну, пока все нормально. Сказать, что совсем шелушения прошли, нет. Тут немножко еще. Она так губки ровненькие, да, вы видите. Классно. Мне понравился эффект. Я буду прям с удовольствием зимой пользоваться. По водичкам. Фу, и женская. Вот сейчас совсем неприятная. Мне не нравится вообще. Вот вообще. Я даже не могу найти ноту, за которую зацепиться. Возможно, кому-то понравится. Унисекс. Вот тут как-то вот тоже шипровость, что ли, какая-то есть. Да, Крестюш, идешь ли? И мужская. Мне не нравится тем более. Я вообще ее почти уже не чувствую. Очень быстро выветрилась. Женская поярче. Какая-то нотка горечи, что ли, там есть шипровости. Мне не нравится. В общем, берите, девчонки, пробники, чтобы не только на мое мнение ориентироваться, но и на своя. Интересно будет, послушайте ваше мнение, кто уже взял. Тут каталог еще новый. Все толще и толще становится. Вот она, кстати, авиатрис, если я правильно называю. Скорее всего, неправильно. Вот это полный размер. Классный будет подарок для новичков. Серия Дом. Вообще потрясающий. Если вы не зарегистрированы, ссылка на регистрацию. Под видео, походите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться, дружить, так сказать. Ну, а я с вами прощаюсь. Если обзор был вам полезен и интересен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересных видео. Обязательно ближе к Новому году. Еще поздравлю вас с Новым годом, так что не спешите. А то вы всю неделю, я уже поздравляйте. Не знаете, выйдет видео или нет. Но я пока до Нового года с вами каждый день. Поэтому завтра обязательно будем тестировать с вами то, что не протестировали сегодня из заказа. И послезавтра, 31-го, с вами тоже обязательно встретимся. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok